Это программа День с толком, студия Анастасия Дороган. Приветствую всех, кто смотрит нас на телеканале и в Ютубе. Смотрите в этом выпуске. 20 тысяч пациентов за неделю в поликлиниках региона. Какие вирусы атакуют жители края и как от них уберечься? Зона для отдыха, монументы, подвесные мосты. Каким может быть парк в трехсотлете Барнаула в индустриальном районе? Ну, как он мне сказал, мама, я должен был это сделать. Это вот его слова. Мама 9-летнего Егора из Залесовского района до сих пор по-хорошему шокирована, что ее сын спас тонущих детей. Наш репортаж о маленьком смелом герое. Уже три медучреждения в Барнауле ввели масочный режим. Городская больница номер 10, перинатальный центр ДАР и онкологический диспансер. В Минздраве региона пояснили, что речи не идет о повсеместном ношении масок или карантине. Главные врачи больницы поликлиник могут самостоятельно принимать решения о профилактических мерах. Среди них, помимо ношения масок, могут быть термометрия и обработка рук антисептиком. А между тем, в Алтайском крае снижается уровень заболеваемости ОРВИ. Но специалисты говорят, что пик острых респираторных инфекций еще не пройден. Его ожидают в ноябре. Тогда же могут регистрировать и первый случай гриппа. При этом в Сибири на днях обнаружен и новый штамм ковида. Он может прийти в наш край в любой момент, отмечают инфекционисты. Они же не исключают, что гулять по региону могут сразу несколько штаммов. О чем нужно знать в этот разгул вирусов и как им наиболее эффективно противостоять – материали Данила Кузнецова. Каждую неделю, вот уже месяц, у 20 тысяч жителей края регистрируют острую респираторную инфекцию, или, проще говоря, ОРВИ. Врачи уверяют, это среднегодовой показатель для региона в осенний период. Самые загруженные для поликлиник дни сейчас уже позади. Но новый наплыв пациентов, скорее всего, неизбежен. Его ожидают во второй половине ноября. Зачастую вирусные инфекции сейчас сломляются именно гайморитами, заболеваниями лорангонофатитами, гайморитами. В эту сторону уходит пневмония, здесь в меньшей доле. А вот с гриппом история интереснее. Его пик обычно приходится на зимний период. Поэтому сейчас население активно вакцинирует. И в этом году спрос превышает предложения. Первая партия уже на исходе, второй пока нет. Хотя ожидается вакцины, количество рассчитано на 60% населения. То есть достаточное количество абсолютно. Среди причин повышенного спроса на вакцину от гриппа специалисты отмечают широкое информирование населения и после ковидную боязнь вирусов. Ту же корону по сравнению с прошлым годом в Алтайском крае регистрируют примерно в 20 раз реже, выявляя около 15 случаев в день. Но на днях в Сибири, в Красноярском крае обнаружили новый штамм коронавируса – Эрис. А за рубежом, в частности в Европе и Америке, гуляет еще один – Пирола. По сути, говорят специалисты, это под виды омикрона. Они более заразны, но протекают легче. Поэтому медики предполагают, что вскоре ковид приравняют к сезонным заболеваниям. Сейчас придет, так скажем, середина осени, зима, весна, следующее лето, и вот тогда будет видно, как протекает заболеваемость и насколько история с новой коронавирусной инфекцией идет параллельно с тем, что мы называем традиционным подъемом РВИ и гриппом. Оба новых штамма COVID-19, отмечают инфекционисты, рано или поздно появятся и в нашем регионе. Но ни их, ни других вирусов бояться не стоит. Самым эффективным способом противостоять им будет укрепление иммунитета разными способами, в том числе для кого-то и прививкой. Как сказали медики, сейчас в России разрабатывают улучшенную вакцину от коронавируса. Ее создают, учитывая новые мутации. По предположениям врачей, появиться она должна к моменту, когда заболевание уже признают сезонным. Данил Кузнецов, Владислав Ковалев. День с толком. К другим темам. Машины, инструменты, теплая одежда, продовольствие. В Барнауле сформировали очередную партию гуманитарного груза на территорию проведения боевых действий. В отправке участвовали представители Народного фронта, разведки Сибири, весточки из дома и других общественных организаций и учреждений. Вещи и техника, которые отправляют в этой партии, предназначены не только для бойцов, но и для мирных жителей. Очередной гуманитарный груз с Алтайской земли. Фуру формируют и отправляют на территорию проведения спецопераций каждые две недели. Такая регулярность и не случайна. В крае действительно много организаций, предлагающих свою помощь, а на линии соприкосновения рады самым разным вещам. Так, кроме теплой одежды, машину загружают продуктами, инструментами, печами и автотранспортом. Одна из машин – это Быстроистокский район. То есть они полностью наполняются, продукция весьма разнообразная. Она идет как нашим ребятам, а мобилизованным и регулярным частям. То есть это и техника, это и шины, это и шансовый инструмент, гвозди, скобы, которые тоже необходимы для там укрепления. Есть и дронобои, есть и прицелы, есть разные вещи необходимые там для выполнения боевых задач. И есть часть продукции для мирного населения. Для жителей Славяно-Сербского района отправляют крупу, бытовую химию, военные госпитали, постели, лекарства. А в связи с грядущей зимой часть груза теплая. Для зимы, да, конечно, идет традиционно. Есть и автономки, есть наборы, условно говоря, базовые, так называемая печка окопная. Она же буржуйка, этого тоже ассортимента есть. Не в большом пока объеме, потому что это следующие будут отгрузки. Кстати, кроме гуманитарной помощи, родственники военных часто просят передать приветы. За эту часть груза отвечает руководитель комитета семей воинов Отечества в Алтайском крае Кристина Юстус. Конечно, помимо всего, что они передают, они просят лично передать привет и обнять сына или супруга. Всегда приезжая, я передаю первым делом эти объятия, которые передает мама либо супруга. Да, это есть, конечно. Ну и основное еще дополнение, это, конечно, пообщаться с ребятами. Невозможно по телефону поговорить из-за средств связи, которые нестабильные. И как бы в свете событий мы понимаем, невозможно все обсудить. Поэтому какие-то заявки, какие-то просьбы, мы вот для этого выезжаем, очно общаемся. Через пару недель на линию соприкосновения отправят следующий гуманитарный груз. Его наполнение схоже с этой партией, но будет зависеть от пожеланий командиров полка, говорят организаторы. Елена Кузовкина, Дмитрий Дроздов, Владислав Ковалев. День с толком. Жильцы Барнаульского многоквартирного дома несколько недель добивались подачи тепла. Отопление в итоге подключили, но в квартирах стало не намного теплее. Как справляются люди с холодом и какие меры предпринимают, расскажет наша съемочная группа. Жить в квартире при температуре в 13-14 градусов и спать в одежде – вынужденная мера для жильцов в двухэтажке на Советской армии. Ведь дом вовремя не подключили к отоплению. С 25-го мы начали звонить управляющую компанию, все дружно, через час каждый обзванивал. У вас порыв. Звоним в БТСК. БТСК говорит, этот порыв не касается вашего дома. Нету порыва. Подключайте, запускайте отопление. Звоню в управляющую, берет та же самая девушка трубку и говорит, что порыв в БТСК. Не понимая, что она общается со мной же. Дальше бесконечные звонки жильцов в управляющую компанию, администрацию железнодорожного района и попытки разобраться, в какой все-таки инстанции случился прорыв. К слову, сантехники так и не пришли, а через несколько дней все же дали. Долгожданное тепло. Уже числа 5-го, наверное, 6-го. Тут раскапывать что-то. Хотя отопление уже как бы запустили. Раскопали, выключили все отопление. Мы опять без отопления. И вот сейчас вот как бы оно есть. Ну, опять же, не прогрело ни дом, ни квартира. По словам жителей двухэтажки, это не первый год, когда их дом поздно подключают к отоплению. В принципе, чуть-чуть потеплее, потому что второй этаж. Мы очень сильно промерзли, пока у нас не было отопления дома. До сих пор сыро, влажно. Все застелено, потому что пройти невозможно. Пол ледяной. Застилаем тряпками, чтобы ребенок мог пройти чисто в туалет. Вон, смотрите, что стены какие. С последствиями сырости плесенью жильцы тоже борются как могут. Но проблема никуда не уходит. А между тем, градус в квартирах первого этажа поднялся лишь незначительно. Ну, то есть батарея здесь тепленькая. Здесь все, она холодная пошла. И так во всех комнатах. Двухэтажку обслуживает управляющая компания «Наследие». До организации нам дозвониться не удалось. Мы направили официальный запрос. А пока собственникам остается теплее одеваться и надеяться, что холод может помочь замедлить старение, увеличивая продолжительность жизни организма. Елена Кузовкина, Юлия Щепина, Андрей Печоркин. День с толком. Урбанистический сад с подвесными мостами, парк с монументами или специальными зонами для отдыха. Студенты Алтайского государственного института культуры разрабатывают облик парка 300-летия Барнаула. Он должен разместиться на месте большого пустыря за одним из торговых центров Барнаула. А пока черновики будущего проекта студенты представили на оценку профессионалам и активистам создания парка. На мероприятии была и наша съемочная группа. Здесь дома. Было бы логично поставить там детскую площадку. Будущие дизайнеры среды прорабатывают реальный проект на реальной местности. Студенты института культуры представляют образ будущего парка 300-летия Барнаула в индустриальном районе. Пока это черновики. Зеленую зону, зону спокойного отдыха, зону спортивного отдыха, то есть его полностью зонирование сделать. И из этой парковки мы тоже сделаем вход для собак, то есть чтобы люди могли выгуливать собак, то есть чтобы они не гуляли у нас по всему парку, а у них был отдельный вход и отдельное пространство. Ульяна предусмотрела в парке различные виды активностей. Лыжня зимой, летом дорожки для бега и велосипеда, детская площадка. А Елизавета вписывала парк в местами нестандартный рельеф, поэтому Барнаул может увидеть непривычные элементы. Очень много обрагов, плюс очень много водоемов, которые в разные времена года могут тоже пересохнуть. Именно поэтому мы решили предложить идею с подвесными мостами, которые, кстати, не будут слишком высокими, для того, чтобы не было опасности. Подвесные мосты, они, наверное, еще и дешевле? В том числе. Вот так может преобразиться пустырь за Европой. Пару лет барнаульские общественники привлекают внимание к территории, которая планировалась под парк еще в советские годы. Сплачивают жителей, организуют субботники. Люди заинтересованы, однозначно. Близлежащие дома активно включились, у нас есть чат. Бизнес. Были у нас примеры, нам помогали с транспортом, то есть вывезти мусор. Плюс привлекали переработчиков мусора. Мы очень много покрышек оттуда вывезли. По-моему, три газели мы вывезли только покрышек полных. А сейчас их активность дошла до совместной работы с Институтом культуры. Благодаря архитектурному сообществу к созданию образа парка подключили студентов. Мы предполагали дать им некоторую волю в том, чтобы не зацикливаться на идее парка трехсотлетий. И вот есть ребята, которые к этой идее не то, что ее совсем отвергли, но они сделали доминант в другом. И это тоже интересно. Когда есть конкретная практическая задача, есть четкие какие-то технические требования к созданию объекта, и есть возможность реального воплощения, это, наверное, самая главная задача при формировании профессиональных компетенций будущих специалистов. После замечаний профессионалов и пожеланий общественников студенты внесут коррективы и через несколько месяцев презентуют проекты. Когда создание парка перейдет к практическому этапу, идеи молодежи рассмотрят и, возможно, даже учтут. А тем временем активисты направили заявку о включении будущего парка трехсотлетия в программу комфортной городской среды на 2024 год. На Всероссийском образовательном форуме отметили учителей из Алтайского края. В Москве в рамках Большой учительской недели завершился третий форум классных руководителей. В нем приняли участие 3000 специалистов из 89 регионов страны, в том числе учитель из алтайского поселка Зато-Сибирский. Ей вручили благодарность от президента страны. На форум учитель русского языка и литературы Алтайского кадетского корпуса Ирина Бжицких попала не случайно. Она участвует в нем в третий раз. В этом году успешно прошла тестирование по педагогическим компетенциям, воспитательным навыкам. Прошла тренажер-симулятор, подготовила видеовизитку, а также стала одним из 23 амбассадоров форума. Я загорелась этим сообществом, этим содружеством, и с тех пор, по настоящее время, форум классных руководителей является моим образом жизни. 24 на 7 мы общаемся с коллегами со всей нашей необъятной Родины. Мы реализовываем различные интересные проекты с классами. Прекрасные реализованы проекты за это время «Книга памяти», «Книга России», «Посткроссинг» и масса других проектов. Участникам представили насыщенную образовательную и культурную программы. Затронули актуальные вопросы педагогики, воспитания и классного руководства. По завершению мероприятия концерт в Кремлевском дворце. Всего от Алтайского края в форуме приняли участие 50 педагогов. Маленький герой с большим сердцем. Девятилетнему мальчику из Алтайского села Черемушкино-Залесовского района вручили благодарственное письмо от краевого МЧС и подарили велосипед. Напомним, в конце сентября Егор Усольцев прыгнул в холодную воду ради спасения двух маленьких детей. Подробнее об истории со счастливым концом расскажет Валентина Аскерова. Холодная вода испытания. Пошел теперь медными трубами. У него нет паутины, как у Человека-паука. Ему всего 9 лет. Но о нем уже знает весь район, край, да что там вся страна. В конце сентября Егор Усольцев вытащил из холодной воды двух детей. Четырехлетнего мальчика и пятилетнюю девочку. За героический поступок школьнику подарили велосипед. И вручили благодарность от краевого МЧС. Я думаю, у педагоги и учителя поддерживают, что вот именно на таких ребятишках и держится наша Россия. Ну давайте поаплодируем. Село Черемушкино, речка Талица. Все произошло в считанные секунды. Брат и сестра наклонились помыть руки. Поскользнулись и упали в воду. Мальчика стремительно понесло течением. Девочка успела ухватиться за ветку. Взрослых рядом не оказалось. На крики о помощи прибежал 9-летний Егор. Я на колесо встал, а девочка вон там была. Я ее за руку потянул и вытащил. Мальчик просто не с головой плыл. Как ты его выхватил? Вот за плечо так тут тянул. Он без сознания был. Я знал, что он сильно нахлебался в воде. Подоспели взрослые и помогли вытащить ребенка на берег. Татьяна с супругом Иваном оказали первую помощь. Егор где-то, я не понимаю, ну вот метра 4-5 отсюда. Он его уже тащил и уже подтаскивал его здесь. Впрыгнула его, забрала. Мы вот его положили вот сюда. И жена ему начала искусственное дыхание делать, а я ему на животе, как у него вода прошла. Я смотрю один глаз, потом уже начал открываться, вот я за скорость. Девочка отделалась испугом. Мальчик плохо помнит произошедшее. Главное для всех, что дети живые. После случившегося Егор пришел домой и рассказал обо всем маме. Мама спросила, почему ты мокрый, почему я мокрый. Ну я сказал, что мальчика с девочкой вытащил. Она меня обняла, а потом мы переоделись. Много раз холодной в воде я был. Да и надо же спасти ребенка. Лучше промокнуть, чем человек, пока не будет. Ну как он мне сказал, мама, я должен был это сделать. Это вот его слова он мне это сказал. Я сейчас уже сколько, не считай, неделя прошла уже, как бы много разговоров. И все равно я каждый раз-то вспоминаю, кому в горле. Этот ребенок, я не знаю, это богом данный мне ребенок, он поздний. И трясемся все над ним, как он самый маленький у нас. Благо в том месте мелко. И ему только по пояс почти. И он, а ведь он мог тоже утонуть следом за этим мальчиком. За последние несколько лет на речке Талица, говорят местные, утонуло больше пяти человек. Может быть, счастливый и одновременно страшный случай в селе Черемушкино напомнит всем нам, что за детьми у воды нужен глаз да глаз. Ведь Егора у Сольцева рядом может и не оказаться. Валентина Аскерова, Андрей Печоркин. День с толком. А на этом у меня все. Телефон нашей редакции 205-545. Через несколько секунд о погоде. Спонсор прогноза – компания «Эвалар». До встречи. Продолжение следует.